Всем привет! Действительно, Иван Яковин в эфире. Сразу хочу сказать, что, видимо, в пятницу вечером будет у нас специальный эфир с господином Вокурчуком, всем известным кандидатом физико-математических наук, о освоении космоса будем говорить, но это пока еще не точно. Но, в общем, следите за, так сказать, анонсами. Итак, поехали! Сегодня начать я хочу с того, что у нас что-то невероятное творится с климатом. Совсем недавно вышло новое, совсем исследование Массачусетского технологического института. Это лучший в мире технологический вуз, технический вуз, американский. Действительно, кладезь знаний по всем точным дисциплинам. Так вот, там вышло исследование насчет Китая. Есть в Китае такая, так называемая, северокитайская равнина или Великая китайская равнина, как ее еще называют. Это место, где проживает 400 миллионов человек. Самое густонаселенное, по некоторым данным, место на планете. По крайней мере, точно самое густонаселенное такого размера. Это Междуречия, всем известно, Янзы и Хуанхэ. И там производится, выращивается почти вся китайская еда. Так вот, это место станет при сохранении текущих тенденций просто невозможным для обитания человека, поскольку там будет слишком жарко. Очень скоро там будет температура летом постоянно держаться выше 35 градусов. И плюс 100% влажность. В таких условиях человек перестает, вернее, пот человеческий перестает охлаждать организм. Белки разрушаются, человек умирает. В общем, с точки зрения американцев, по их исследованиям, через несколько десятилетий, Китай, главной его проблемой Китая станет именно массовая гибель людей вследствие тепловых ударов именно в этом регионе, самом густонаселенном. Там вовсе никакие экономические или военные проблемы. Это что касается изменений климата. Сюда же можно вспомнить Греция, где бушуют лесные пожары. Самой страшной в истории этой страны Швеция, где даже за полярным кругом горят, блин, леса. Вообще, в целом, Европа, где очень жарко сейчас, наводнения, постоянно сейчас идут в Вашингтоне и вообще на восточном побережье США. Дождь льет без перерыва. Примерно та же проблема в Юго-Восточной Азии, Лаос, Бангладеш, Камбоджа. Там тонут люди сотнями, затапливают реки, прорывают каналы и так далее. В общем говоря, большие проблемы у нас с климатом. И дальше эти проблемы будут только ухудшаться. Кстати, далеко ходить не надо. Вон в Киеве какие были беды совсем недавно из-за ливней. Я, кстати, два раза подряд сюда почти не мог опоздать на эфир из-за того, что тоже были проблемы. Заливало тут весь подул водой, не ходили трамваи, невозможно было добраться. В общем, с этим надо что-то делать. Но боюсь, что мы уже опоздали, ничего уже не сделаешь. Мир, скорее всего, будет и дальше эта болезнь мира развиваться. И вполне возможно, что вся наша цивилизация от этого погибнет. Ха-ха-ха. Марс. На Марс придется лететь, скорее всего, очень многим людям. Но там тоже есть свои неприятности. Дело в том, что совсем недавно выяснили, опять же, ученые проводили американские исследования, что на Марсе очень сложно будет поднять давление атмосферное до нормального, привычного нам уровня в один бар. Дело в том, что просто не хватит углекислого газа в полярных шапках. По расчетам этих ученых, они говорят, что максимум в три раза удастся поднять давление с нынешнего. Но в три раза давление Марса, это значит всего лишь 3% от ныне существующего на Земле. Этого явно недостаточно для комфортного существования. Поэтому, что делать, не очень понятно. Точнее, понятно, что делать нужно строить уже в космосе, в точке Лагранжи, такая точка равновесия гравитационного между Марсом и Солнцем, специальную станцию, которая будет генерировать искусственное магнитное поле. Это магнитное поле будет защищать атмосферу Марса от унесения в космос жесткой радиации, исходящей от Солнца. То есть при таких условиях, может быть, получится сохранить марсианскую атмосферу, но это тоже очень сложно. Строительство искусственного магнитного поля в космосе, это, блин, очень непросто. Мы пока такого сделать не можем, но, может быть, через некоторое время все-таки сумеем, потому что, учитывая климатические тенденции, что-то выдумывать придется, иначе мы все дуба дадим. Дальше еще одна такая замечательная новость меня порадовала. В Перми отменили парад зомби. Выяснилось, что российские власти испугались зомби. Точнее, не власти, а там, хотя, в общем, власти. Церковь и местная мусульманская община выступили категорически против. Хочется процитировать одного из деятелей там местного. Когда люди слышат слово зомби, то в голове возникают ассоциации. Грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь молодежь не может выйти. Почему молодежь не может просто выйти в город и повеселиться? Короче говоря, грех, смерть и похоть почему-то у деятелей православных ассоциируется с зомби и мусульманских в Перми. Поэтому аппарат, который ежегодно там вообще-то был, постоянно проводился, отменили. Мне кажется, это мракобесие, дурость в невероятной степени, потому что если людям не дают уже загримированными под зомби походить, хотя они и так уже зомби, у них мозг сожран телевизором. В общем, уж не знаю, зомби не дают быть зомби. Уже даже не людям не дают быть зомби, а самим зомби запрещают стать зомби. Это уже какая-то адская степень тоталитаризма и авторитаризма. Ну вот в России так все и делается. И еще одна интересная тема. В Швеции из кафедрального собора украли короны королевские, две королевские короны, державу, скипетр и так далее. Правда, не действующих королей, а средневековых, но все равно неприятно. Причем грабители угнали из собора на юго-востоке Швеции, потом сели в моторную лодку и, знаете ли, уехали на этой моторной лодке в море в закат. Или в рассвет в данном случае, потому что все-таки на востоке. Ну, радости от этого не имею. А почему? Что-то мне подсказывает, что это были не шведы, этнически, по крайней мере, не шведы. Потому что шведу никакому в голову не придет воровать корону древнего короля 17 века. Ну, эти вот, пожалуйста. Люди, видимо, увидели, что какие-то приезжие, что корона плохо лежит, и решили ее тиснуть. Правда, непонятно, куда они... Это же корона, блин, она единственная в своем роде, никому ее не продашь. Даже не очень понятно, что они с ней делать будут. Но, тем не менее, короны украли, сейчас ее ищут. Короны украли, сейчас их ищут. Дальше поехали. Это к вопросу, кстати, о всяких мигрантах-беженцах, потому что сейчас мы переходим к Африке. В Африке, оказывается, в последнее время очень сильно увеличилось российское присутствие. Я как-то раз рассказывал уже о Ливии, о том, что делают россияне в Ливии. Есть там такой господин Хафтар, ливийский генерал, такой стронгмен, как его называют. Он пользуется полной поддержкой со стороны Москвы. И, в общем, если у него и у России все будет хорошо, то, я думаю, этот Хафтар станет новым Муаммаром Каддафи и подомнет под себя всю Ливию. Из Ливии, напомню, огромное количество беженцев чешет в Европу. Поэтому Ливия для России очень важна и как средство давления на Европейский Союз. Поэтому, я думаю, россиян тут так просто не выкинуть. Но еще более интересная история. Сейчас разворачивается, вернее, развернулась, к сожалению, в Центрально-Африканской Республике, где погибли сразу трое российских журналистов. Ими стали этими погибшими репортер Архан Джемаль, очень известный человек. Неоднозначных он придерживается взглядов, но, тем не менее, безусловно, очень авторитетный и очень, я бы сказал так, яркий. И яркая индивидуальность человек был, замечательных качеств. Все признавали, даже его идеологические оппоненты. Режиссер Александр Расторгуев, который умел показать то, как бы умел интересно показать всякое запрещенное в России. И то, что в России нельзя, он это делал интересным, красивым, мудрым. И вообще человек был невероятно талантливый. Оператор Кирилл Радченко. Ничего про него не могу сказать, не знал, не видел, не слышал никогда о нем ничего. Но одно могу точно сказать, что наверняка тоже неплохой человек, раз оказался в такой компании. Вот они все втроем были убиты. Кем, не очень понятно. Их там говорят, что это некая Селека, это такая местная организация повстанческая. Но на самом деле эти трое поехали в Центральную Африканскую Республику разбираться с деятельностью российских наемников из всем известной ЧВК «Вагнер». И вот тут-то самое интересное начинается. А во-первых, что такое Центральная Африканская Республика? Это, наверное, самая бедная и несчастная страна в мире. Даже вот Зимбабве, о которой я буду сегодня тоже рассказывать, побогаче и повеселее, чем вот эта Центральная Африканская Республика. Там, она, кстати, невероятно богатая. Там огромное количество золота, алмазов, всяких там полезных искомаемых, нефть, там есть уран в огромных количествах. Все, что хочешь. Невероятно плодородная почва. Живи и дорадуйся. Но нет. А, там, знаете ли, очень высокая рождаемость среди местного населения, но очень маленькое население. Потому что все это население сгорает ежегодно, ежедневно в гражданской войне, которая там продолжается, по сути дела, с 1960 года. Это уж скоро, я уже не знаю сколько, 70 лет? Да, 80 лет. Прекрасная эта страна. Меня с математикой просто плохо, извините, если что. Так вот, страна, там не больше 4 миллионов людей живет. Естественно, их никто толком не считает, потому что в условиях, когда страна разделена примерно на 15 воюющих княжеств, провести какое-то подобие даже о переписи населения невозможно. Центральное правительство там сидит в городе Банги. Там, естественно, один диктатор СМИ друг до другого, как просто у них там чехарда, калейдоскоп. Был там, кстати, был так Жан Бадельбакас, такой император центрально-африканский, который жрал в буквальном смысле своих политических оппонентов. Просто людоедом был, да. В общем, страна замечательная. Сейчас там директора, диктатора, извините, директора диктатора зовут Фастен Арканш Туадера, его зовут. Это бывшая французская колония, и она, в общем, такая неприкаянная, несчастная. Все друг друга убивают, не очень понятно, кто чем управляет. Но, в общем, этот Туадера управляет примерно 20% территории своей страны и хочет увеличить до 100%. Но самые разные группировки, у них там, кстати, названия все, «Фронт за демократию», «Армия за спасение Родины». И все там такие демократы, все там такие либералы, все любители счастья и процветания, что ж, не могу. Ну, посмотришь на них, внешне выглядят, конечно, как самые настоящие людоеды или какие-нибудь бандиты в лучшем случае. Но все эти любители демократии, они друг друга убивают постоянно. И вот, значит, Туадера решил попросить помощи у иностранной страны. Никто им помогать не хотел, французы оттуда в 2016 году ушли. Ну, Россия сказала, у тебя алмазы есть, у тебя есть золото, ну, давай мы к тебе придем. Сейчас там работают, собственно, эти ЧВК Вагнер, россияне, около 200 человек, по некоторым данным. Они, кстати, сидят в бывшей резиденции этого самого людоеда Бакасы, в 60 километрах от столицы Центральной Африканской Республики. Примерно 170-200 инструкторов, они обучают местную армию этого чувака Туадера. Плюс Россия стала эксклюзивным поставщиком оружия в Центральную Африканскую Республику. Она завозит туда тысячами автоматы, пулеметы, пистолеты, гранатометы. И, в общем, неплохо на этом пока вроде как наживается. Ну, о том, что произошло там, более подробно расскажу уже в следующей части программы. Сейчас у нас небольшая пауза. Вы тоже, когда услышали о ремонт купола Верховной Рады, подумали об этом, о чем-то таком нехорошем? Потому что у меня первая мысль была такая прям, ммм, ремонт купола, Савченко, что-то такое. Ладно, что касается Центральной Африканской Республики. Там сейчас между Россией и, собственно, президентом Туадера большие проблемы из-за того, что россияне требуют от него переговоров с повстанцами, поскольку хотят, чтобы под их управление попали и те участки Центральной Африканской Республики с всякими месторождениями, которые сейчас находятся под властью повстанцев. Сам Туадера не хочет никаких переговоров, он из этих повстанцев хочет сделать фарш, но пока не очень понятно, получится ли у него. В общем, никто, знаете ли, ничего не знал про столь активную политику России в Центральной Африканской Республике. Все как-то молчали, мало кто об этом вообще слышал. А тут, знаете, пожалуйста, поехала целая съемочная группа, причем довольно известных журналистов и документалистов. Я думаю, что, скорее всего, вот эти вот вагнеровцы и стоят за их убийством, поскольку, знаете ли, для российских властей ничего не стоит убить трех человек, если они мешают осуществлению их глобальных планов. Вспомнить примеров тому предостаточно, и я не виню в убийстве. Там, знаете, говорят, что убили какие-то местные, там какие-то гопники, чтобы отобрать видеокамеры и фотоаппараты. Но я что-то в это не очень верю, потому что, если вы хотите отобрать у человека видеокамеру, вы не расстреливаете его из пулемета, потому что, извините, в конце концов, из пулемета можно и видеокамеру повредить. Ну, а в данном случае машину просто журналистов изрешетили, живого места на ней не оставили, при этом каким-то образом отпустили водителя. Тоже непонятно. В общем, на ограбление это не очень похоже. Скорее всего, я думаю, что это было преднамеренное убийство, и стоит за этим убийством понятно кто. Дальше. Но это еще не все. Россия, оказывается, влезла и в страну под названием Мозамбик. Там совсем недавно, как выяснилось, я сегодня почитал, интересная была и такая история, подписала Москва с этой страной соглашение о использовании портов мозамбикских для заправки и обслуживания российских военных кораблей. То есть сейчас там, по сути дела, появилась станция технического и материального обеспечения российского военно-морского флота. И что еще интересно, Демократическая республика Конго, туда же, туда же, да, тоже соглашение о военно-техническом сотрудничестве между ней и Россией было давно уже, было давно уже заключено, но оно как-то оставалось на бумаге. Сейчас же там какие-то россиянин начинают крутиться в ДРК Конго, тоже там, кстати, алмазов очень много, может быть, как-то с этим связано. Ну и самое такое странное для меня, страна Джибути, маленький кулачок земли на востоке Африки, оказалось, там тоже россияне собираются свою базу возводить где-то рядом с китайской. Причем, что интересно, вы знаете, что западные страны не особо противятся проникновению России в Африку, потому что считают, что таким образом появится хоть какой-то противовес китайскому влиянию на этом континенте. Сами европейцы туда соваться не хотят, французы потихоньку оттуда уходят. Англичане уже давно ушли, американцам Дональд Трамп, извините, называл некоторые африканские страны очень некрасивым словосочетанием, которым можно так перевести на русский, как дырка от Ж, да. В общем, никто не хочет туда идти, а россияне, пожалуйста. И россияне, по сути дела, могут стать единственным противовесом Китая в этом регионе, но я не уверен, что они станут противовесом. Мне кажется, скорее всего, они там как-то тихо, мирно поделят между собой эту Африку, и вдвоем будут ее эксплуатировать, не давая туда солнце никакими европейцами. Европейцы туда боятся соваться, потому что они же туда приходят с правами человека и соблюдением, знаете, закона, а африканские диктаторы им говорят, так, идите отсюда со своими европейскими штуками непонятными, нам это неинтересно. А россияне от них, естественно, от африканских диктаторов не требуют ни соблюдать закона, ни права человека соблюдать, там, хочешь резать свое население, да, пожалуйста, никто даже и не обратит внимания. В общем, поэтому Россия и Китай там на ура идут в Африке, и африканцы рады и тем и другим. Но для всего остального мира это, к сожалению, не очень хорошо. Поэтому, конечно, интересная ситуация, но будем следить за ней, за ее продолжением. Дальше. Еще одна не менее интересная ситуация – выборы в Зимбабве. В Зимбабве, как вы помните, в прошлом году произошло государственным первым переворотом. Зимбабве отстранила элита местная Роберта Мугабве, президента, управлявшего страной 40 лет. Уже сейчас ему 94 года, он сам все равно не хотел уходить, пришлось выводить армию и отстранять его от власти силой. Место Мугабве занял человек, которого зовут Эммерсон Мнангагва. По прозвищу Крокодилта, это прозвище он получил за то, что бросал своих политических оппонентов на съедение этим замечательным рептилиям. Ну, по крайней мере, так в это свято верят сами зимбабвийцы. Ну, Мнангагва понял, что с нынешней экономикой зимбабвийской далеко не уедешь. Ей срочно нужна помощь иностранной инвестиции и гуманитарную помощь для самой страны. Поэтому он сказал, так, ребята, диктатуру прекращаем, сейчас будем делать демократические выборы. Демократические выборы, в его понимании, выглядят так. Мы промываем выборы, и я побеждаю. Ну, очень понятная его логика, потому что под его контролем... Кстати, это бывший ГБшник, главный ГБшник Зимбабве, он был ближайшим соратником отстраненного от власти Мугабве. Но когда Мугабве сказал, что, знаете, у меня вот другие планы на преемничество, он свою жену хотел продвинуть, то вот этот Мнангагва сказал, нет, так, Мугабве, уходи, жена тоже уходи, я буду теперь главный. Кстати, забавная ситуация. Мугабве, который давил оппозицию, уничтожал ее всеми возможными и невозможными способами всю свою биографию, на этот раз призвал людей, зимбабвийцев голосовать за оппозицию против Мнангагве, своего старого кореша-крокодила. В этом есть какая-то, мне кажется, ирония. Так вот, прошли эти выборы, и по всем, вроде как, опросам побеждать должен был оппонент Мнангагве, то есть этого самого крокодила, человек, которого зовут, дай бог памяти, зовут его Нельсон Чамиса. Человек тоже интересный. В 25 лет он стал депутатом местного парламента, в 31 год стал министром. Сейчас ему 40 лет, и при хорошем стечении обстоятельств он станет самым молодым президентом вообще в африканской истории, если победит сейчас, но там все сложно. Кстати, у Чамиса интересная идея, он хочет построить в Зимбабве, внимание, гиперлуп, он хочет сделать так, чтобы в Зимбабве прошли летние Олимпийские игры, слава богу, хоть не зимние. Человек, планов у него громадье, знаете, такой популист на броневике. Я бы его сравнил с таким, знаете ли, зимбабвийским Навальным, потому что в свое время этому господину Чаймисе проломили череп люди того самого крокодила, с которым он сейчас сражается на выборах. Самого крокодила я бы сравнил с каким-нибудь Игорем Сечиным российским, а вообще всю эту ситуацию, она мне очень напоминает Россию, потому что местная зимбабвийская элита точь-точь российская, Мугабве отстраненная от власти точь-точь Путин, да и вообще все там люди очень напоминают российских аналогов, да и страна сама тоже очень похожа на Россию, если, конечно, географически, лингвистически и фенотипологически не похожи люди, но все остальное один в один просто. Так вот, сейчас, видимо, будет второй тур, но его тоже может и не быть, потому что, смотрите, там первый тур состоялся и не оглашают результаты выборов. Люди, которые, молодежь, естественно, там очень высокая тоже рождаемость, молодежь выскочила на улицу, говорит, давайте нам результаты первого тура, они-то все уверены, что их этот Чаймисе победил в первом туре, но власть говорит, нет-нет-нет, не будет вам никаких результатов, вывели армию, полицию, сейчас по людям стреляют, поливают их из водометов, бьют резинами, дубинками, это не помогает, вывели армию, армия уже начала стрелять, в общем, там, может, даже никакого и второго тура не будет, потому что местный вот этот крокодил, похоже, взялся за старое, будет людей давить, душить и уничтожать. Ну, такая вот беда. Я думаю, что к следующей передаче нашей с вами, может быть, будет какая-то уже какая-то ясность в этом вопросе, но может и не быть, может быть, там опять все по-новой, опять репрессии, массовые убийства, посадки, и крокодил опять какого-нибудь этого Чаймису кинет уже на съедение, собственно, крокодилам же. Это было бы как бы в их стиле. Но, с другой стороны, блин, вот тоже этому зимбабвийскому новому руководству не позавидуешь. Ему нужно хотя бы немножко показать, что они демократичны, потому что иначе помощи от Запада не будет, и у них ситуация будет там совсем плохая. Но все равно за зимбабвийской ситуацией интересно следить, потому что, как мне кажется, это в ней, как в капле ВД, отражается будущее Российской Федерации. А хотим мы того или нет, от того, что происходит в России, во многом зависит и будущее Украины, и текущая ситуация в Украине. Потому что, как-никак, война идет дальше. Еще, что касается беженцев, очень интересно. Ну, в Африке, возможно, постоянно какая-то нездоровая фигня происходит, постоянно какое-то бурление, кипишение. Так вот, сейчас беженцы идут, европейцы очень недовольны, и на днях произошел удивительный случай. Беженцев отправили. То есть, ну, как ситуация. Беженцы приходят в Ливию, и там контрабандисты их сажают на надувные лодки, и на этих лодках везут в Италию. Но где-то в промежутке между Ливией и Италией, в Средиземном море, их вылавливают либо гуманитарные организации, либо военные, и везут уже в Италию на нормальных судах. А не на этих утлых лодчонках, потому что считается, что если человек так далеко в открытом море, в какой-то надувной лодке, то он по определению терпит бедствие. Так вот, подхватил корабль очередную партию беженцев. 104 человека там было на лодке надувной. Корабль называется Асса-28. Последний не Асса-А, а Ассо-28. Итальянский корабль, занимающийся обслуживанием техническим бровых платформ. Этот корабль вместо того, чтобы везти 104 этих беженцев в Италию, взял и отвез их в Ливию, то есть в Африку. То есть туда же, откуда они выплыли. И вы знаете, все таки ошалили, типа, нифига себе, а что так можно было? Потому что всегда заведено, было вечно уже, не знаю, сколько десятилетия, что если ловишь кого-то в море, то надо везти их в Италию, в Европу, потому что в Европе им могут помочь. Вообще это беженцы, они направлялись в Европу, да-да-да-да-да. Но эти взяли и сказали, слушайте, по морскому законодательству мы имеем право их отвезти в любой порт, где не идет война. В Ливии сейчас война не идет, по крайней мере, в Триполи точно не идет. И, ну, пожалуйста, вот, приезжайте в Триполи, вас там встретят. По крайней мере, вас к стенке не поставят, в рабство не бросят, пытать не будут. Ну, конечно, да, в Ливии живется похуже, чем в Италии, но живется же. Я думаю, что эти беженцы сами не рады были, что они сели на эту лодку и что их спасли в Средиземном море. Я думаю, они бы лучше на этой лодке неспасенными добрались бы до Италии. Но вот их спасли и привезли в Ливию. И теперь, знаете ли, все такие, ого, так что ж, можно их обратно высаживать в Ливию. Я думаю, что сейчас этот процесс пойдет. Будут вылавливать этих беженцев и высаживать их в Ливию. Для чего это будет делаться? Просто для того, чтобы эти беженцы больше морем не шли через, из Африки в Европу, поскольку они подвергают опасности себя, очень сильно мешают европейским правителям, европейским обществам. Я думаю, что теперь их будут просто перенаправлять всех обратно в Ливию. И на этом история закончится, потому что никакой нормальный человек не сядет в лодку к контрабандистам, зная, что его вместо Италии привезут обратно в Ливию. На этом, собственно, поток закончится. Но, кстати, для Украины тут есть определенные сложности, потому что святое место пусто не бывает, и начнутся поиски альтернативных путей. Переправки беженцев и Украина с ее границами, которые выходят на Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, может стать одним из таких путей переправки людей на Запад, то есть в Евросоюз. Поэтому нужно на всякий случай готовиться. Но, в принципе, знаете, мне нравится, как вот всегда привыкли делать что-то одно, потом раз с этим кораблем этот АСА-28, я думаю, войдет в историю, как первый корабль, который высадил людей, не в Европе, а в Африке спасенных. В общем, мне кажется, это довольно забавная история. Вообще, конечно, да, Европа сейчас перебегает все более и более нестандартным методом борьбы с этим потоком беженцев. Хотя, кстати, правозащитники угрожают сейчас подать в суд, сказать, что так нельзя было делать. Вообще, как вы смели спасенных вами людей, вообще, как вы смели спасать людей, если вы их собирались отвозить в Ливию? То есть, то, что же их бросить надо было, там, пускай себя тонут, в общем, не очень понятно. Но правозащитников понятно, конечно, потому что, знаете ли, они на этом строят свой бизнес, у них же огромные гранты они получают на спасение на море людей, да, если некого спасать будет, то что же, идти работать в поле, что ли, на завод идти работать? Нет, конечно, они этого не хотят. По идее, единственный нормальный способ решить проблему с миграцией, это наладить жизнь людей в тех странах, откуда они убегают. Вот если они перестанут убегать, тогда все хорошо будет. Собственно, правозащитник этим и должно заниматься, мне кажется, а не вылавливать людей в бесконечном круизе в Средиземном море. В Пакистане прошли честные демократические выборы, сравнительно честные, сравнительно демократические, но была история какая. Там победила партия, а еще одно очередное движение «За справедливость». Я вот смотрю, чем более какое-то адское людоедское движение, тем более у него милое и няшное название. Ну вот движение «За справедливость» Мран Хан, его лидер, такой деятель. Кстати, я давно за ним следил, еще, наверное, с 2007-2008 года он меня заинтересовал. А человек, бывший игрок в крикет, такой плейбой, мачо, весельчак, выпивоха, герой «Светской хроники», жена у него была такая интересная. Джимима Голдсмит, это дочка олигарха еврейского происхождения, бизнесмена крупного, точнее, скажем, тоже, когда он на ней женился, был скандал, потому что пакистанцы почти поголовно антисемиты, они как же так, наш национально любимый герой, великий игрок в крикет, женился на еврейке, ужас-ужас. Но он скоро достаточно быстро с ней развелся, хотя она родила нескольких детей. И тут, знаете ли, Мран Хан накрыл, он узнал Бога, познал Бога, создал политическую партию, стал, знаете ли, таким суперверующим человеком. Больше всего мне лично политика и позиция платформы его партии, самого Мран Хана, напоминает национал-социализм или даже фашизм 30-х годов прошлого века, милитаризм в одном флаконе, адская идеология, ну, не расового превосходства в данном случае, а исламская, да, плюс у него радикальный исламизм такой, да, плюс у него история, его просто не дают покоя. Американцы враги-враги, евреи враги-враги, и, конечно, индусы враги-враги, потому что они многобожники, а в Коране в высшей степени нелестно отзываются о многобожниках, то есть, ну, честно говоря, их призывают колбасить там, где найдешь, вот если ты правоверный мусульманин, то с многобожниками желательно разбираться, а индийцы со своими всякими рамами, шивами, естественно, многобожники. Поэтому господин Амуран-Хан собирается со всеми разбираться, нехорошими, с его точки зрения, людьми, помогать армии. Армия его просто обожает, армия ему изо всех сил помогает. Кстати, его политические противники считают, что он победил на этих выборах только благодаря незаконной поддержке со стороны армии. Так вот, получается, что этот человек сейчас станет, скорее всего, премьер-министром, извините, и вот тогда начнется в Пакистане невероятно крутая дискотека, поскольку Пакистан — это страна с двумястами миллионами людей и огромным, постоянно растущим ядерным, термоядерным арсеналом. Но о том, во что это все выглядит, я расскажу уже в следующей части программы. Сейчас короткая у нас будет пауза. Итак, в Пакистане у нас новая политическая реальность. Политическая сила, которая равняется на армию исламистов, крайних исламистов, и при этом крайне негативно относится к Западу и к Израилю, сейчас будет формировать правительство и проводить свою политику в жизнь. Чем это закончится? Нам, конечно, только предстоит узнать, но сейчас я могу провести некоторую параллель. Когда в последний раз было слияние армии и радикальных исламистов, ничем хорошим это не закончилось. Я говорю, конечно, об исламском государстве. В 2014 году произошло это слияние в тюрьмах, устроенных американцами по всему Ираку. В этих тюрьмах сидели в одних камерах боевики Аль-Каида и бывшие иракские военные служащие, плюс спецслужбисты саддамовские. Там они перезнакомились и решили вместе создать структуру, где исламисты будут, скажем так, духовную составляющую давать, боевой дух и идеологию, а военные будут давать структуру и методы работы. И у них получилось так называемое Исламское государство, Ирака и Леванта, сокращенно ИГИЛ. Нам эта вся история известна так же, как Исламское государство. Просто. Контора, которая как раковая опухоль возникла на Ближнем Востоке, очень быстро разрослась до размеров Великобритании. Невероятно жестокая идеология, порядки даже средневековья таких жестоких не было. В общем, кошмар, ужас, просто караул. Апокалиптические идеи их были, они руководствовались апокалиптическими идеями. В общем, ничего хорошего не получилось. Если бы эту штуку быстро не купировали совместными усилиями всего мира, то было бы совсем плохо. Но это я повторюсь. Люди, сидевшие в тюрьмах, у которых не было ни власти, ни денег, вообще ничего не было. Только вот воля к победе, что называется. Оружие они уже там сами себе где-то добывали. Но это не помешало им целое огромное государство создать. Сейчас же в Пакистане у них армия сильна, идеология сильна, 200 миллионов населения есть, деньги есть, оружие есть, термоядерное оружие есть. И сейчас, если эти ребятки вместе сольются в экстазе, исламское государство новое, которое они смогут построить, будет в тысячу раз более страшное, ужасное и неприятное, чем то, которое создали исламисты в виде ИГИЛа на Ближнем Востоке. Поэтому я бы на самом деле очень настороженно относился к вот этой пакистанской истории. Мне она, честно сказать, очень не нравится. И кончится это все, скорее всего, не очень хорошо. Потом, кстати, знаете, вот этот Имран Хан говорил, что талибам он собирается помогать, потому что талибы, по его мнению, ведут справедливый освободительный джихад против иностранных захватчиков, а американцы уничтожают и афганский народ, и пакистанский народ. То есть с американцами он собирается сражаться. При том, что американцы официально являются союзниками Пакистана. Шикарнейшая история назревает там. Я думаю, мы еще все попляшем от этого всего. Еще соседняя страна с Пакистаном – Иран. Недавно тоже попала в новости. Дональд Трамп объявил, что готов встречаться с руководством Ирана в любой момент обсуждать новую сделку по ядерной программе. Иранцы сказали, что нет, не собираются они с Дональдом Трампом встречаться. И сказали, что условием такой встречи был бы возврат США к прежней ядерной сделке, заключенной еще Бараком Обамой. Тут, мне кажется, иранцы сваляли дурака. Надо было соглашаться, потому что с Дональдом Трампом, как видно из практики, можно бесконечно вести переговоры, делая при том то, что ты хочешь делать. Просто подкидывать ему какие-то приятные плюшки, чтобы он радовался, садился играть с ними и так далее. Но в реальности поступать по-своему. Иранцы, конечно, сделали гордый вид и сказали, что нет, мы не будем разговаривать с этим проклятым Трампом. Я считаю, что глупости они сделали. И вообще им давно уже пора заняться серьезными вопросами, а не строить из себя каких-то там, знаете ли, высокоморальных, высокодуховных людей, а заняться реальной политикой. Например, такой, какой занимается наш старый друг Ким Чен Ым. Он, насколько мы все знаем, встретился в Сингапуре не так давно с Дональдом Трампом. Вместе они очень хорошо провели время, стали друзьями. Дональд Трамп сказал, что вот теперь-то начнется денуклеаризация корейского полуострова. Все вроде, ну, мир дружба-жвачка, просто великолепная картина. Между тем, а, Трамп приехал в Америку и сказал, что вот, смотрите, Ким Чен Ым не проводит ни ядерные испытания, ни ракетные запуски. Я добился того, что хотел, я снял угрозу ядерной войны с Соединенных Штатов. Вроде бы на поверхности так оно и есть, но на самом-то деле, как сейчас докладывает американская разведка, японская разведка, южнокорейская разведка, наш друг Ким Чен Ым все более активно занимается производством высокообогащенного урана, то есть производство начинки для атомных бомб не свернуто, оно, наоборот, развивается и ускоряется. Это А и Б ускоряется и развивается создание носителей, то есть ракет-носителей, тех самых ракет, которые способны доставить вот это высокообогащенный уран или плутоний прямо в форточку Белого дома, овального кабинета, где живет и работает Дональд наш Трамп. То есть на словах северные корейцы говорят, конечно же мы за динуклеаризацию, конечно мы за мир во всем мире, конечно мы готовы к сотрудничеству, никаких вопросов, обязательно будем с вами сотрудничать, дорогие американцы, и южнокорейцы, и японцы, да кто угодно. Но на деле они ускоряют производство ядерных ракет, и знаете ли, каждая ядерная ракета, межконтинентальная особенно, это очень весомый разговор для продолжения переговоров в будущем. При этом американцы производству этих ракет никак не мешают, поскольку Трамп вроде же одержал великолепную дипломатическую победу, то есть чего еще хотеть-то, все уже выиграно, дипломатическая война. Но на самом деле северные корейцы сейчас, конечно, все мурраган оставляют, ведут себя для самих себя, конечно, очень хитро, очень грамотно и мудро, потому что через некоторое время я думаю, что американцы все-таки очнутся и поймут, что вместо там пяти ракет межконтинентальных у Северной Кореи уже 50 таких ракет. И договор, любой договор на тему динуклеаризации будет уже производиться на условиях Северной Кореи, а вовсе не американских условиях. В общем, Дональд Трамп пробакланил вот эту Северную Корею со страшной силой, с чем я его от всей души поздравляю. Но самая главная, конечно, история Дональда Трампа, успею рассказать, это, видимо, еще, да, успеем. Это, конечно, это, конечно, сотрудничество с Россией. Республиканка Кристи Тодд Уитман ранее, наверное, работала министром в администрации Джорджа Буша, губернатором штата Нью-Джерси. Вот эта госпожа написала в Лос-Анджелес Таймс колонку, в которой призвала прямо Дональда Трампа добровольно уйти в отставку, пока не поздно для партии республиканской и для Соединенных Штатов Америки. Суть в чем тут? Трампа уже давно обвиняют в том, что он сотрудничал с россиянами, вступил с ними в сговор, это калужин используется слово, чтобы утопить Хиллари Клинтон, ее шансы на победу в выборах президента США 2016 года. По мнению оппонентов Трампа, такое сотрудничество с иностранным враждебным государством является противозаконным, аморальным и вообще недостойным. Трамп заявляет, что никакого сотрудничества не было, что он полностью отрицает вину, заявляя, что ничего плохого во время предвыборной кампании он не делал. В этом споре на кону власть самой могущественной стране в мире, можно сказать, пост римского императора современного, поэтому ставки очень высоки и никто сдаваться не хочет. Если выяснится, что в этой ситуации прав Трамп, то его оппоненты будут вынуждены признать свое поражение, признать, что они являются клеветниками, недостойными людьми и вообще редисками и скорее всего, конечно, они проиграют и выборы сейчас, которые будут в Конгресс в 18-м году, в ноябре и, естественно, выборы президента 2020 года. Поэтому они, конечно, не хотят проигрывать, они наращивают свое давление на Трампа. Трамп же, если выяснится, что он всем врал, то Трамп, если получит подтверждение информации о том, что он действительно сотрудничал с россиянами для того, чтобы утопить Хиллари Клинтон, ему, на самом деле, всерьез будет грозить уже импичмент. То есть, это дело совсем серьезно станет для него. Сейчас вся основная дискуссия крутится вокруг того, знал ли Трамп о сотрудничестве, вернее, скажем так, было ли, во-первых, сотрудничество с россиянами, во-вторых, знал ли о нем Трамп. С точки зрения противников Трампа, самым ярким примером такого сотрудничества была, такого сговора, точнее сказать, была встреча в Трамп Тауэр, то есть, в небоскребе Трампа летом 2016 года. В этой встрече со стороны США участвовали Пол Манафорт, это глава предвыборного штаба Трампа, а также его сын и зять Дональд Трамп-младший и Джаред Кушнер, зять. С российской стороны там была такая адвокат Наталья Весельницкая, она много чем связана с Кремлем, а также еще несколько человек от российских олигархов и переводчик. Основной вопрос, знал ли Трамп о том, что россияне во время встречи хотят предоставить компромат на Хиллари Клинтон? Сам Дональд Трамп, главные его вообще слова, всего его президентства, это сговора не было. Он, наверное, тысячу раз, может быть, две тысячи раз повторил, что никакого сговора с Россией не было и нет. Это вот слова, он каждый день повторяет по несколько раз. Но сейчас, представьте себе, один из ключевых его защитников, его адвокат Руди Джулиани, сказал, что если сговор и был, то это, в общем, ничего страшного. То, в общем, это нормально. То есть, он, это вообще, Джулиани может стать ключевым человеком в этой истории. Он сказал, кстати, он начал говорить о том, что сговор это вообще не проблема после того, после выступления недавно бывшего юриста Дональда Трампа Майкла Коэна. Коэн сказал, что Трамп о встрече с россиянами знал, и он знал, что россияне собираются предоставить американцам, то есть, штабу Трампа грязь, это цитата на Хиллари Клинтон. Джулиани сказал, что сговор с Россией это не преступление, что нет такого преступления. Взлом электронной почты это преступление, оплата такого взлома это преступление, ну просто сговор, статьи такой в уголовном кодексе нет. И он прав, на самом деле нет. Но есть другие вещи, такие как, например, заговор с целью фальсификации выборов, нарушения законов о финансировании предвыборной кампании, много чего еще, например, препятствую правосудию, туда же можно сказать. Но Джулиани говорит, не надо фокусироваться на словах Трампа о том, что сговора не было, давайте поговорим о чем-то еще. Это, конечно, поразительно. Смотрите, там еще какая ситуация. Сначала люди Трампа говорили, что между его штабом и какими-либо иностранцами вообще не было никакой связи. Потом концепт изменился. Люди Трампа говорят, что по их информации никакой связи не было. Потом вообще они стали говорить, что была встреча, но она была не запланированная. Потом стали говорить, что встреча была запланирована, но на этой встрече обсуждали вопросы усыновления. Потом стали, признали все-таки, что обсуждали не только вопросы усыновления российских детей, но и вопросы, собственно, грязи на Хиллари Клинтона. И тут Джулиани вообще на днях сказал, что такое, у меня, знаете, чуть челюсть не отвалилась. Он сказал, Джулиани, внимание, это адвокат президента США. Он сказал, что, знаете, до встречи с россиянами была еще одна встреча, стратегическая, на которой обсуждают все те же самые люди, то есть глава штаба Трампа, его сын и зять, и обсуждали вопросы, вопросы того, как вести встречу с россиянами. То есть они мало того, что знали, о чем будет встреча, они к ней готовились, специально готовились. То есть эта встреча была настолько важна для них, что они проводили еще одну предвстречу. При этом Джулиани, поняв, что сболтнул лишнего, об этой встрече никто, вот этой предвстрече, точнее, никто ничего раньше не знал. Джулиани сказал, что это утечка. Не знаю, кто стал источником утечки. На самом деле он сам фактически стал источником утечки. Никто об этом ничего не знал, да, об этой встрече. Но Джулиани просто сдал с потрохами всю свою эту комарилью. Это просто поразительно. Я думаю, Трамп его выгоден, пока Джулиани еще не наговорил что-нибудь такого, из-за чего Трампа действительно катапультировали бы из Белого дома. Джулиани в этой истории вообще оказался невероятно болтлив и все рассказывает, а для пресса он просто складом стал. Кстати, знаете, в Белом доме пресс-служба Дональда Трампа отказывается комментировать заявление Джулиани, то есть отказывается комментировать заявление его же адвоката, основываясь на том, что у нас с Джулиани никакой связи нет, мы не координируем свои действия. Но Джулиани еще во время каждого своего вот этого выступления на эту тему повторяет, что, вы знаете, на этих встречах не было Трампа, Трампа не было, президента не было. Из чего, естественно, все сразу сделают вывод, что Трамп там был. Я последние пару дней без конца просто смотрел американские телеканалы новостные, я вам могу сказать, слушайте, к Трампу подбираются все ближе и ближе, вот уже, знаете, у Трампа, кстати, очень большая фобия перед акулами. Так вот, акулы вот эти, да, уже плавники вокруг него щелкают зубами прямо около его замечательного носа и рыжей его шевелюры, странная форма. Я думаю, к Трампу хана в ближайшее время, наверное, уже этой осенью будет, потому что деваться ему, по сути дела, уже некуда. Все очень серьезно. На этой опадемистической ночь у меня сегодня все. С вами был Иван Яковин, да пребудет с вами сила. Пока-пока. Радио НВ.